Бессонные ночи новосибирских политиков, как чиновники отреагировали на скандальный фильм о коррупции в регионе. Бюджет области обсудили и осудили публично, какие претензии к главному финансовому документу региона. Автомобиль становится роскошью, цены на запчасти и ремонтные работы подорожали в разы. Остаются зимовать, утки не улетели в теплые края, есть ли у них шанс пережить суровую сибирскую зиму. О главных событиях дня расскажем в прямом эфире программы новости Новосибирск. В студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Мэр Новосибирска призвал не накалять ситуацию в связи с выходом на одном из федеральных каналов документального фильма о якобы незаконной деятельности председателя новосибирского загсобрания Андрея Шемкива. Анатолий Локоть не исключает, что целью компромата является смена председателя регионального парламента, который занял эту должность вопреки позиции партии большинства. Возможно, все возможно в нашем сложном мире, динамично, все возможно, конечно. Но представить, что вот так вот запросто вдруг начнут нового председателя, новую структуру, ну это значит дезорганизовать работу всего законодательного собрания в очень сложный период, ответственный период, вернее, я бы так сказал, в период формирования бюджета. Мне кажется, это никому не нужно. Напомню, в документальном фильме Аркадия Мамонтова, председателя регионального парламента, обвинили в скупке мертвых душ, приобретении акций и земельных участков после смерти собственников. Журналисты утверждали, что во время подготовки фильма на съемочную группу оказывалось давление. Между тем, многие аналитики уже отметили, что расследование их не впечатлило, а представленная информация едва ли подорвет репутацию областных властей. Ну и добавлю, что сам спикер законодательного собрания Андрей Шемкев от комментариев по этой теме отказался. Новосибирск в следующем году не получит из региональной казны деньги на расселение аварийного жилья. Да и вообще почти ничего не получит. Сегодня проект бюджета 2016 вынесли на публичное обсуждение. Оно прошло достаточно спокойно. Похоже, основные споры и баталии еще впереди. Документ будут обсуждать в комитетах и на сессии законодательного собрания. Министр финансов региона назвал проект главного финансового документа на следующий год компромиссным вариантом между бюджетом возможностей и бюджетом потребностей. Однако понятно, что формулировка это слишком мягкая, средств на развитие в областном кошельке практически нет. Авторы документа обещают сохранить все социальные выплаты, хотя и это в нынешних условиях сложно, поэтому список получателей льгот могут сократить. Многие социально важные проекты не получат финансирования. Новосибирску для капитальных вложений выделят 122 миллиона рублей, из них 100 пойдут на строительство дорог на улице Объединения и Мачищенском шоссе. Как отметил председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Осанцев, в следующем году в городе не планируют строить детские сады и школы, не заложены деньги и на софинансирование программы по расселению людей из аварийного жилья. Расселение жителей из аварийного жилья одна из первоочередных задач, поставленная президентом России. Нельзя допустить остановку и реализацию, это в первую очередь безопасность людей. Поэтому убедительно прошу рассмотреть возможность внесения корректировки в представленный проект закона в части выделения средств городу на расселение граждан из аварийного фонда. К другим темам содержать личный автомобиль с каждым днем становится все дороже. Субъективные ощущения водителей подтверждают и эксперты. Цены на автозапчасти по сравнению с прошлым годом выросли почти в два раза. Мой коллега Павел Теунов, заядлый автомобилист, всерьез задумался, может быть теперь добираться до работы дешевле будет на такси. В автосервисе Андрея Гусишнова каждый клиент сегодня на вес золота. Если в прошлом году в очередь на обслуживание надо было записываться за неделю, то теперь починить машину можно в день поломки. Автомобилистов заманивают скидками и акциями, станция не простаивает, но и дохода не приносит. Я думаю где-то процентов на 30 снизились обороты. В некоторые месяцы, когда и так раньше был не сезон летний, а отпуска и прочее, здесь можно говорить даже на 50 процентов. Ну в принципе я бы сказал, скорее всего работаем в ноль. Все дело в подорожании запасных частей. С недавнего времени цены на комплектующие сильно ударили по карману автомобилистов. В среднем расходы возросли в два раза. Элементы подвески, шаровые, не знаю, стоили там раньше там полторы тысячи, сейчас три тысячи. Поэтому, ну и все так как бы, все поднялось. Ну вот я занимаюсь грузовыми машинами, там точно изменились, потому что там с евро все связано. Ну скажем, подшипник там стоил раньше, скажем, 10 тысяч, сейчас 20 стоит. Автомобилисты пытаются ремонтировать технику самостоятельно, ищут более дешевое обслуживание, покупают более дешевые китайские аналоги запчастей. Эксперты говорят, с момента скачка курса валют рост цен был неизбежен. Первоначально начали продавать запчасти по старым ценам, потому что слады были забиты. И приблизительно какое-то время рынок сильно не трансформировался. Но так и все, запчасти закончились по старым ценам, и сейчас идет уже такое поднятие цены. Между тем специалисты полагают, что причин для дальнейшего подорожания запчастей нет. Сегодня рынок постепенно стабилизируется, попутно вытесняя мелких игроков. Однако и такое положение вещей заставляет задуматься о рентабельности личного транспорта. По сравнению, например, с такси. Вот допустим, мне, чтобы добраться от дома до работы в день, нужно примерно 500 рублей. То есть в 2015 году, в котором 247 рабочих дней, только на такси я бы потратил 123 500 рублей. С другой стороны, затраты на свой автомобиль выглядят не намного оптимистичнее. Каждую неделю я заправляю машину на 1500 рублей. В год получается 75. Учитывая удорожание запчастей, обслуживание автомобиля обойдется примерно в 40. Плюс страховка 12, плюс транспортный налог, плюс всякие непредвиденные расходы. Уже 140 тысяч рублей. И это еще не учитывая стоимости автомобиля, который каждый год теряет в цене. Что выгоднее, водить машину или платить таксистам, конечно, каждый решает сам. Но, как оказалось, вопрос сегодня очень актуальный. Павел Теунов, Максим Федосеев, Дмитрий Кабанов. Новости Новосибирск. Премьер-министр Дмитрий Медведев наградил Новосибирский авиазавод имени Чкалова грамотой за перевыполнение плана по производству бомбардировщиков Су-34. В холдинге «Сухой» пояснили, что два фронтовых бомбардировщика были собраны сверх плана в прошлом году. В этом году на заводе снова готовятся выпустить 16 боевых машин. Добавлю, что после начала военной операции в Сирии, где используют сделанные в Новосибирске самолеты, спрос на эти бомбардировщики вырос. Застройщик Новосибирского аквапарка понесет незапланированные убытки и может столкнуться с нехваткой рабочих рук. На стройплощадке обнаружили иностранцев-нелегалов. Проверка, проведенная сотрудниками Федеральной миграционной службы, показала, почти половина, 86 из 190 иностранных рабочих, трудились на объекте без разрешительных документов. А у нескольких гастарбайтеров и вовсе закончился срок пребывания в стране. Им теперь грозит принудительное выдворение из России, а всем остальным запрещено появляться на объекте до оформления патента на право работы. А застройщику теперь грозит штраф в десятки миллионов рублей, до 800 тысяч за каждого нелегала. Впрочем, при стоимости объектов в 2,5 миллиарда сумма вполне подъемная. Оставайтесь с нами, увидите во второй части нашей программы. Мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда обманывают доверчивых стариков. День единства всех не объединил. Одни собрались на набережной, другие молились в центре. Куда пропали тонны ядовитых отходов, выясняют полицейский и Росприроднадзор. Это новости Новосибирска. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Несколько десятков пенсионеров Кузбасса стали жертвами мошенников. Злоумышленники используют новую схему обмана. Неизвестные люди представляются сотрудниками пенсионного фонда. От имени организации они предлагают пожилым людям приобрести различные товары или установить пластиковые окна со скидкой. Взамен просят номера и пин-коды банковских карт, якобы для перечисления денег. В итоге доверчивые старики остаются без товаров и без денег. Специалисты пенсионного фонда просят сибиряков быть внимательными. В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что сотрудники пенсионного фонда не ходят по домам у нас граждан. Да, не предлагают никакие ни услуги, ни товары абсолютно. Прием граждан у нас ведется в помещении управления пенсионного фонда, либо отделение. В России отметили День народного единства в Новосибирске. В центре города выставили чудотворную икону Казанской Божьей Матери, а участников русского марша в этом году отправили на набережную Аби. Изменилось ли отношение к празднику за 10 лет его существования в современной истории и как его отметили в разных сибирских регионах, расскажет Лидия Захарова. То, что праздник церковно-государственный, в этом году подчеркивают особо. С флагами правящей партии соседствует икона Казанской Божьей Матери. Ее специально привезли из Алтайского края. Десять лет назад даже те, кто приходил на площадь, мало знали об истории праздника. Его скорее воспринимали как постсоветский аналог 7 ноября. Сейчас участники уже более подкованы. Впрочем, для молодых людей события 17 века и события 17 года века прошлого, похоже, одинаково далеки. Именно в этот день Минин и Пожарский освободили Китай-город. Ну, изначально мы тоже рассматривали, что же это значит. Сначала был 7 ноября, то есть тоже великий праздник для страны. Но затем его упразднили и появился этот день. День, когда все люди объединяются. По официальным данным, объединиться на площадь Ленина в этом году пришли около 3 тысяч человек. По мнению самих участников, как минимум вдвое меньше. Тем не менее, для многих участие в митинге за эти годы все-таки стало традицией. Ну, этот праздник, он праздник не только для нашей семьи. Мы постоянно почти приходим. Праздник для всей страны. Я считаю, что если мы все будем поддерживать этот праздник, Россия была, будет и есть единой, крепкой. И такие люди, как мы, должны этому способствовать. Но до поистине народных и массовых праздников Дня Победы или Дня Города, когда в центре Новосибирска яблоку негде упасть. День народного единства пока не дотягивает. Если вы считаете эти две сотни людей, пригнанных сюда новосибирцами, ну, я думаю, со временем, конечно, приучат и к этому празднику, но со временем. А участников русского марша в этом году из центра города отправили на набережную. Они прошли от речного вокзала до памятника Александру Третьему. Слава Руси! Колонна националистов в этом году существенно поредела. Около ста участников. В Новокузнецке русский марш и вовсе провалился. Всего 20 человек, которых контролировали около полусотни полицейских. В Томске в праздничный день организовали бесплатные экскурсии по историческому центру города. А мечи отметили День народного единства концертом, парадом ретроавтомобилей, катанием на лошадях, ярмаркой и большой баннер-открыткой. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 54% россиян считают, что в стране есть народное единство. Это вдвое больше, чем три года назад. Но, похоже, для большинства сам праздник просто дополнительный выходной. Митингам и площадям горожане в этот день предпочли магазины. На фудкортах, в торговых центрах было гораздо более многолюдно. Лидия Захарова, Константин Стремонусов, Дарья Тарасенко, Ирина Глухова. Новости Новосибирск. В Новосибирское водохранилище впервые выпустили подрощенную трехлетнюю молоть сибирского осетра. Программа восстановления популяции краснокнижной рыбы действует уже несколько лет, но раньше в воду отправляли только мальков возрастом до года. У более взрослых особей шансов выжить больше, а потомство они могут дать раньше. А на Омском рыбном заводе, который специализируется на разведении ценных пород, проводят сезонное разделение поголовья по гендерному признаку. При помощи особого оборудования, которое напоминает аппарат УЗИ, только для рыб специалисты обследовали состояние особей сибирского осетра и стерляди. В первую очередь определяют пол каждой рыбы и готовность к репродукции. Разделенное на два пола поголовья подготовят к зимовке в искусственных условиях. И уже в начале будущего года от них можно будет получить икру. Часть ее отправят на инкубацию, а другая станет пищевой и появится на прилавках магазинов. Производители отбираются по экстерьеру, по массе. То есть в 3-4 года, вот они, стерлядь должна достигать массы 3-4 килограмма, а сетра в 6-летнем возрасте минимум 10-12 килограмм. Сезонность присутствует обязательно у всех. В природе рыбы отдыхают, у них зима, они не питаются. Весной происходит гормональный всплеск, икра переходит в конечную пятую стадию, текучести. Обратная сторона борьбы за экологию Сибири в Омске ищут следы ядовитых отходов. Одна из местных фирм отчиталась об их утилизации, но правоохранители выяснили, что необходимого оборудования для проведения таких работ у коммерсантов нет. Пока силовики выясняют судьбу опасных веществ, предприимчивые предприниматели взялись за новый природоохранный проект. Тахмина Тынысова расскажет подробности. Ядовитые отходы пропали, оборудование для их утилизации не нашли, зато обнаружили нарушения в предпринимательской деятельности. Материалы проверки Росприроднадзор направил в суд, но планы у руководства компании «Мерк» поистине грандиозные – построить промышленный полигон. Дмитрий Золотарев, руководитель сразу двух предприятий с похожим названием, хочет получить землю без торгов под строительство центра обращения с отходами производства и потребления. Это промышленная площадка для сортировки и утилизации отходов 4-го и 5-го классов опасности. Достаточно большой по емкости проект, инвестиции порядка 1,6 млрд рублей, но это лишь заявочные цифры, это есть намерение, не более того. И невозможно получить земельный участок без торгов, потому что включение в региональные инвестиционные и приоритетные проекты подразумевает очень серьезный бизнес-план, которого пока у природоохранного предприятия нет. Однако руководитель природоохранного предприятия «Мерк» по нашим данным только за октябрь уже дважды обращался в Корпорацию развития Омской области и губернатору Назарову с просьбой предоставить землю. Напомним, деятельность предприятия проверяет прокуратура Омской области. Внимание надзорного органа компания привлекла после скандальной пропажи ядовитых отходов первого класса опасности из Нижегородской области. Их, по данным местной компании, «Мерк» вывез и утилизировал, но, согласно проверке Росплетнадзора, не имел права. Нет лицензии и оборудования. По данным ведомства, у организации лишь печь для сжигания ртути. Однако, чтобы утилизировать полихлорированные бифенилы, нужно совсем другое оборудование. Чтобы их сжигать правильно, для этого должны быть специальные установки, специальные мини-заводы. За рубежом такое оборудование стоит примерно 2-3 миллиона долларов. Сегодня появляются отечественные аналоги, но в промышленности их пока нет. Это опытные экспериментальные образцы, которые еще не вышли на рынок. Поэтому сегодня говорить о том, что полихлори-бифенилы в России уничтожаются, это далеко не так. Ближайшее от Томска место накопления полихлорированных бифенилов находится в Томске. Полигону 25 лет. Там опасные вещества складируют в специальные контейнеры, а их, в свою очередь, помещают в подземные бункеры, где они дожидаются утилизации. Но и в Томск компания «Мерк» не обращалась. Сейчас, по словам заместителя директора полигона, в правительстве России рассматривается вопрос о приобретении двух установок за рубежом. Правда, когда это будет, да и где установят оборудование, неизвестно. Тахмин Атынысова, Дарья Тарасенко и Павел Хадынский. Новости Омск. И смотрите в заключительной части нашей программы. Вечная мерзлота, оказывается, не вечная. Новосибирские ученые выясняют, как потепление в Арктике скажется на климате в Сибири. Серые шейки. Почему утки не улетели из Новосибирска на юг и переживут ли они морозную сибирскую зиму? Труппа актеров-инвалидов готовит премьеру необычного спектакля. Средства пойдут на благотворительность. Лучшие места в театре военных действий. Военная тайна. Новый сезон. В субботу в 13.00 на РЕН-ТВ. Новосибирские геофизики смогут прогнозировать перемены климата. За год работы научно-исследовательской станции в дельте реки Лены они освоили новый способ изучения вечной мерзлоты – электроразведку. Это главный результат работы в Заполярье. Приборы справляются и в таких суровых условиях. Комплекс для электротомографии, сделанный, кстати, в Новосибирском институте нефтегазовой геологии и геофизики, позволяет буквально видеть под землей. Такое вертикальное электрическое зондирование показывает замерзшие грунты в разрезе. Ученым это помогает определить зоны повышения температуры. Процесс автоматизированный. Новосибирские геофизики оперативно отслеживают, что происходит с почвой тундры. Аттайка вечной мерзлоты, она сопровождается выделением достаточно большого количества разных парниковых газов. И если мы сможем хорошо предсказывать будущие зоны аттайки, мы сможем более точно составлять модели климатических изменений, связанных с выделением парниковых газов. То есть это как раз та комплексная проблема, на которой мы сейчас с немецкими коллегами работаем. Новосибирску до зоны вечной мерзлоты далеко, однако уже сейчас начали застывать городские водоемы, на которых обитают утки. В теплые края улетели не все птицы. Мария Черешнева выяснила, есть ли у них шанс пережить суровую сибирскую зиму, и могут ли новосибирцы им помочь. Самое начало ноября еще и морозов-то толком не было, а пруд на Золотодолинской уже почти полностью замерз. Утки, которые жили здесь летом, конечно, куда-то перелетели, но совсем недавно орнитологи находили здесь птиц, которые не могут летать. Среди них, например, совсем редкая для города маленькая утка Чирок-свистунок. У нее было повреждено крыло. Хорошо, если птица все-таки смогла перебраться на другой водоем, но если спряталась в камышах, ей угрожает гибель. Ее судьба волнует орнитологов особо. В Новосибирске живут всего два вида уток. Кряку можно встретить где угодно, а вот Чирок-свистунок – редкость. Здесь, впрочем, уже не осталось ни тех, ни других. И эту кря-кря, все, полетели. Прохожие огорчены. Многие приходят сюда с единственной целью – покормить уток. Пока птиц нет, экологи и общественники Академгородка собираются обсудить, нужно ли расчищать подзаросшие камышом берега. Вот то, что нам кажется, может быть, не очень эстетичным, для них это как раз самое то, что нужно, потому что вот в этих вот каких-то зарослях, вот в этих дебрях они, собственно, устраивают свои такие укромные гнезда. Мы собираемся вот в Сюне скоро встретиться, чтобы обсудить вместе с орнитологами, вместе со специалистами по таким водоемам, значит, ну вот что нам имеет смысл сделать в следующем сезоне. С Золотодолинской утки улетели недалеко, нашли водоем в районе Шлюзов. Теперь попрошайничают еду у прохожих. Кстати, многие зоозащитники не рекомендуют кормить уток хлебом. Дескать, вредно. Орнитологи не согласны. Большинство этих птиц родились и выросли в Новосибирске, как раз-таки на хлебе. Конечно, если люди хотят видеть кряк поблизости от себя, на пруду или в устье Каменки, конечно, необходима регулярная подконка. Ну, пока можно так предположительно считать, что основная часть кряк, которые выводятся в городе, они зимуют в черте города. Орнитологи мечтают однажды все-таки выяснить, как мигрируют кряквы в черте города, и многие ли птицы остаются здесь зимовать. Для этого нужны радиопередатчики. Исследование упирается в деньги. Мария Черешнева, Максим Федосеев, Новости Новосибирск. Особенный тип, так называется, театр, который объединил на одной сцене людей с разным уровнем здоровья. Актеры здесь не слышат или не видят, или передвигаются по сцене на инвалидных креслах. Но это вовсе не мешает им играть наравне с профессионалами. На репетиции их первого спектакля побывала Ольга Маховская и убедилась, творческие возможности ограниченными быть не могут. Мы звезды! Подняться на эту сцену для многих актеров уже поступок. Рядом с артистами театра играют непрофессиональные актеры, инвалиды. Одни едва видят, другие почти не слышат, третьи с трудом передвигаются. Неограниченные творческие возможности и полет фантазии, даже с крыльями из проволоки. Артисты этой труппы доказывают, и летать, и играть на одной сцене могут абсолютно все. Катерине досталась роль кратодеспота. Сыграть наглого и бесцеремонного персонажа оказалось непросто. Коллеги подсказывают, войти в роль помогает сценический костюм. В данном случае спортивный. Ничего себе, Катя! Ты что? Тебе же сказали, что у тебя образ. Образ нахального человека. Гопника. А, гопники. Вообще. Во время репетиции они все вместе занимаются сценической речью, учатся пластике движений, многим приходится преодолевать собственную робость. Дмитрий, например, публике не боится. В жизни он рок-музыкант. А на этой сцене расправил крылья в прямом и переносном смысле. Роль голубя, говорит, просто списана с него. То есть внутри я, скажем так, такой фонтарь, такой, то есть мангообразный человек. А родина, то есть или такого, то есть уличного самголубя, грязного, такого, свободного. Это, ну, близко, то есть к моей сущести, наверное. Педагоги уверены, их сегодняшним ученикам могут позавидовать профессионалы сцены. Может быть, для них слабые, но для нас они сильные. То есть они для нас являются самыми мощными, самыми выразительными и самыми пронзительными, может быть, в этой истории. «Ангел с усами» спектакль о том, что красота бывает разной. Истинная красота, как и настоящий талант, не признают кавычек. Так и в жизни, и на сцене. Песа Танина Гуэра об ангеле, который спускался на землю и кормил в сарай чучела птиц. Над ним все смеются, но однажды эти птицы расправляют крылья и взлетают в небо. Да я уверена в том, что мы все полетели. Наш режиссер полетел, наши педагоги полетели, я полетела. Ну, кто-то, может быть, на разной высоте, не знаю, может быть, по-разному. Но мы все полетели. Премьеру спектакля «Ангел с усами» на сцене театра. Дом актера можно будет увидеть 9 ноября. Собранные средства от продажи билетов пойдут на благотворительность. Ольга Маховская, Алексей Андробаев, Новости, Новосибирск. В завершении выпуска погоди на завтра в городах сибирского региона прогноз представляет закрытое акционерное общество «Строитель». В Томске, где на митинг в честь Дня народного единства пришли полторы тысячи человек, пасмурно, без осадков, ноль плюс два. В Кузбассе, где мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров, переменная облачность, преимущественно без осадков, температура около нуля. В Омске, где самкам рыб делают УЗИ, пасмурно, возможен дождь, ноль плюс два. В Новосибирске, где автомобиль снова становится роскошью, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ноль плюс два. А в жилом комплексе «Астра» квартира стоит от 1 миллиона 520 тысяч рублей. Кто-то еще в дороге, а я уже дома. Хорошо, что мы живем в «Астре». «Астра» – квартира в центре от 1 миллиона 520 тысяч рублей. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции или пишите на нашу электронную почту все контакты на экране, а сразу после нашего выпуска – федеральные новости. У нас на этом все. Программа новости Новосибирск вернется в эфир уже завтра, ровно в 19.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова